Был Иосия царь Виудей когда-то, семилетним мальчишкой его в оцареве. Мог спокойно прожить, утопая в достатке, не расправить богат самопутанных крыльев. Но он начал крушить иноземных богов, посвященные рощи отдал лесопилкам, да окраин выискивал лютых врагов и порторгов вала, картавого вила. Даже косе жрецов, испоганивших память, пережег на кострах и развеял по ветру. Пусть не наш коммунизм, но свободу достанет, и его веотары приносятся в жертву. И затем на пустом строить храм порешили, ремонтировать крышу, проломы заделать. Серебро потекло, пронт работ станет шире, за гигантскую стройку берется он смело. И под грудой тогдашних дорогих селей обнаружили книгу закона внезапно. Получается строить не храм, а мавзолей, лишь один экземпляр для тогдашних кацапов. Донесли царю, тот, наслушавшись, пал, слышал гнева раскаты, угрозы и свитка. Раскаяние взрыв, и тревоги был залп, и под утро страна оглашается криком. Сверхмечта не грешить. Завалили гроши поучения нам из словес Иеговы. Книгу жизни сумели запорошить, как могли ревновать без святейшей основы. Будут паски справлять, рождество и покров, но обрядно с святычеством дружно схрестнулись. А без слова Христа наломали же дров, баррикады дымятся вдоль разрушенных улиц. Об Иосии рано погибшим восплачем, а из дел самым главным находка сей книги. Ничего нет приятнее, полезнее и слаще благовестие возвысить торжественным криком. 30 июня 2007 года Продолжение следует... Продолжение следует...